Привет! Вы смотрите телегид. Ваш личный гид по медийному пространству нашего канала. Две премьеры и целая коллекция потрясающих фильмов. Такая программа вас ждет на этой неделе. Не переключайся. Я Анна Троян. Сейчас расскажу. Первая премьера на этой неделе «Луна». Фэнтези-история не отпустит вас ни на минуту. Чтобы наладить отношения в семье в маленький городок, приезжает жена и дочь следователя Николая. Однако в первую же ночь, которая как раз-таки совпала с полнолунием, отец семейства пропадает. На следующий день его тело находят в лесу. Местные жители уверены, что во всем виноваты оборотни. Но жена погибшего не верит в мистику и начинает собственное расследование. Что из этого выйдет, смотрим по будням в 15.15. Папа вернулся? Нет. Еще. Завтра вернется. Мам, ты чего? Что? С ним ведь ничего не случилось. Ну что ты, милая. Мама. Нет. Просто... Во вторник стартует еще одна новинка. Познакомимся с лучшим другом семьи. На выпускном вечере в детском доме трое друзей мечтают о будущей жизни. Вера хотела бы выйти замуж и стать заботливой мамой. Выбора у тебя нет, шутит Сергей. Выйдешь за меня или за Гришку. А тот, кого ты не выберешь, будет лучшим другом семьи. Добавляет Гриша. Вера смеется и соглашается. А как распорядиться жизнь? Останутся ли бывшие детдомовцы верны своим идеалам? Увидим по будням в 12.30 и в 21.00. Пойдем в парк. Сереженька, ты уже опоздал. Меня Гриша в клуб пригласил. Там театр приезжает, новый спектакль будут показывать. Вот дилда, а! Наш пострел везде поспел. Ну ничего, поражение надо принимать достойно. А, это, кстати, тебе? Спасибо. А, театр? Значит, театр. Я пошел. Сереж, ты куда? Стой! Дверь же есть. Там можно выйти. А, извини. Вы думали, как поведете себя, если узнаете, что жить вам осталось недолго? Я вам не советую, конечно, заниматься подобными умозаключениями. Лучше посмотрите ленту «Генри Пул» уже здесь. Это история человека, который узнает о том, что жить ему осталось всего шесть недель. Бросив невесту, уволившись с работы и уйдя из дома, где всем заправляет его мать, он хочет провести оставшееся ему время в уединении. Но все его планы рушатся, когда появляются они, соседи. Чем все это обернется, увидим в пятницу в 22.00. И пачкать краской чужие стены – это уже вандализм. Понятно вам? Понятно? Прошу вас, мистер Пул, успокойтесь. Мы не пачкали вам стены. Ладно, а это что? Не хотите просветить меня? Это не краска, мистер Пул. И мы здесь ни при чем. Тогда что это? Кровь. Святая кровь. Кровь? Да. Ладно. Возможно, неделя была трудная, и времени посмотреть новости городского округа Люберца у вас просто не нашлось. Выходные. Наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10.00 и 19.30. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. Но что может быть прекрасней, чем осенним днем? Увидеть море и узнать, как образуются волны. А субботу проведем с Иваном Грозным. Не боитесь? 16 век. Русь растерзана голодом и Ливонской войной. Во всем мерещатся правителю измена и предательство. Его верные слуги, опричники, залили страну кровью. В каждом готовы они увидеть государева врага. Единственный, кто пошел против царской воли, митрополит Филипп, верный друг детства Ивана Грозного. Это противостояние покажет нам, на что была способна Русь и в падении, и в величии духа. Посмотрим картину 9 ноября в 20.30. Господу служишь, а для государя места нет. Когда добро творишь, то твоя воля его воля. Ты помазанник Божий. Вот слышу, чего ждал. Обещаешь, шеф, прит, государю в лицо правду говорить? Обещай. Обещаю. Потрясающим завершением выходных станет встреча с неповторимой Дженнифер Лопес. В воскресенье смотрим всеми любимую картину «Свадебный переполох». Что важнее в браке – любовь или расчет? Вот и Мэри попала в такую ситуацию. Она влюбляется в парня, который случайно ее спас. И в сердце зажигается искорка. Но как же быть, ведь он жених ее клиентки? И как поступить со старым другом? Ведь их собственная свадьба совсем близко. Ну, посмотрим, как все решится 10 ноября в 20.30. От контракта отказываются по одной причине. Если ты нарушаешь наше основное правило, но это же смешно, ты ведь не влюбилась в жениха? Что? Влюбилась? Ужасно. Нет, что ты не влюбилась? Я никогда не даю волю чувствам. Никогда. Никогда. Вот и все. Чтобы узнать больше о нашем телеканале, ищите нас в социальных сетях, подписывайтесь. Все самое интересное есть на нашем сайте www.lrt.tv И, конечно же, в эфире. Желаю вам хорошей погоды не только за окном, но и дома. Я Анна Троян. Говорю, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!